После первого отрезка матча на табло светилось 1-3, но в пользу Ермака. Наши ворота были взяты на 5-й, 11-й и 12-й минутах. Мы смогли огрызнуться только в конце 18-й метким броском Дмитрия Ватолина. Большую часть второго периода шла равная борьба. И наши атакуют с бросками, и гости. Но пока вратари обеих команд безупречны. И Ярослав Писаренко, и наш Артем Михайлов. Но все изменилось на 34-й минуте. Бросал Роман Веденин. Артем шайбу отбил, а на добивание борщ подфартило Максиму Тумурову. Правда через минуту вроде бы затеплилась надежда, что спасем игру, когда Егор Сверидов немного сократил разрыв. Но за 23 секунды до перерыва снайперский бросок под перекладину того же Тумурова. И снова отрыв в счете Ермака растет 2-5. Заключительная треть для наших ребят прошла на сухую. В том смысле, что отметиться забитыми шайбами ворота ангарцев так и не смогли. Хотя мы не стояли на месте, пытались, но все броски по киперу противника, только как разминка для него. А вот наши гости еще дважды в этом преуспели. Сначала на 55-й Андрей Белов снайперски уложил резиновый диск в угол ворот. Ну и последний гол этого сезона, к сожалению, тоже влетел в ворота звезды. На 58-й после щелчка Артема Устиненко. Итог последнего матча 2-7. Неприятный, конечно, но это спорт. Надеемся, будут еще и на нашей улице праздники. На этом официальный хоккейный сезон для Ленинско-Кузнецких команд сезона 2023-2024 годов закончен. Галина Ильина, Александр Иванов, Риоленинск.